Алло. Добрый день, ЕДС Одинцовский городской беспокоит. Помощь ваша нужна. У нас пожар на восьмом этаже. Да, нужно подстраховочку, бригаду обязательно. ДТП, пожар, падение с высоты – это лишь малая часть вызовов, поступающих к диспетчерам службы спасения. Бригада на выезде должна быть готова ко всему в любое время дня и ночи. Для повышения квалификации и поддержания знаний и навыков в Центре гражданской защиты регулярно проводят учения. Это часть, скажем так, ежедневного распорядка. Это в том числе туда входит и отработка нормативов, туда входят и теоретические занятия, то есть это план конспекции, изучение дополнительного материала. Туда же входит и отработка на практике, в том числе вязание узлов, работа с гидравлическим аренспасательным инструментом, занятия по оказанию доврачебной помощи пострадавшим. Сегодня спасатели отрабатывают действия на высоте с альпинистским снаряжением. Сначала они надевают страхующую систему. Жумар предназначен для подъема по веревке. Он состоит из ручки и блока. Блок с зубчиками. Зубчики направлены так, чтобы при подъеме он фиксируется и вниз не дает нам опуститься. Вот отводим в сторону, веревку просовываем, зажимаем. Все, вот он вниз не дает нам. Он не едет вниз. Вверх он спокойный. Так же можно висеть на нем. Помимо жумара на карабин пристегивается спусковое устройство. Оно блокирует веревку, а при нажатии спасателя на рычаг ослабляет ее. Для работы с альпинистским снаряжением необходимо надеть перчатки, чтобы не обжечь руки, а веревку при быстром спуске. И, конечно, каску. Неотъемлемую часть при работе на высоте. Пристегиваем жумар, спусковое устройство. Оно также будет служить нам как страховка и страховочное устройство. Алексей Мандрик после окончания колледжа три года был пожарным. Окончил дополнительные специализированные курсы и вот уже два года работает спасателем. Круг работы абсолютно разный. Недавно был у нас случай, когда скорая попросила у нас приехать помочь им транспортировать с подозрением на травму позвоночника мужчины. Упал с третьего этажа на второй этаж в частном доме. Тогда уже пришлось использовать жесткие носилки, щит. И на нем спускали. Порой спасатели вызывают на самые сложные происшествия, где они тесно сотрудничают с полицейскими, пожарными и медиками. И работают на благо граждан одной большой командой. Ольга Дмитриева, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова». Отлично. Продолжение следует... Спасибо.